Доброе утро, но еще раз к серьезной теме возвращаемся. Представляем нашего финансового эксперта Дмитрия Азотова. Сегодня тема индекс БигМака. Это съедобный индекс какой-то? Конечно, съедобный. Дело в том, что у нас даже еще в Красноярске нет Макдональдса. Индекс существует очень давно и он показывает разницу в курсах в разных странах, что интересно. Не секрет, что БигМак это булочка, мясо, сыр, зелень какая-то. По сути, он состоит из тех ингредиентов, из тех продуктов, которые мы покупаем каждый день. Это значит, что можно сравнить, сколько стоит одна и та же булочка в разных странах и от этого должен зависеть курс. Как один из ключевых, основных факторов берется стоимость БигМака именно в США, там, где он производится изначально. Сколько стоит, кстати, там он? Там он стоит 4 доллара. Ого! Да, 4 доллара. Дорого, то есть если оценить, по нашему курсу это 250-260 рублей. Готов ли я заплатить за одну булочку столько денег? Конечно нет. Но как оценить вообще, сколько он должен стоить и каким образом отсюда можно посчитать реальный курс рубля к доллару, к примеру? Вот здесь на диаграмме изображены различные страны, где он рассчитывается. И красным выделена именно Россия, там есть еще в Африке несколько стран, где индекс БигМака, он один из наиболее низких. Это значит, что курс рубля к доллару, он сильно недооценен. К примеру... То есть у нас дешевле БигМак? Да, он не должен стоить дешевле, если он составлен из тех же самых ингредиентов, так ведь? Ну да. Это значит, что купив его в России и, допустим, продав в США, можно еще и заработать, так ведь? Но такого быть не должно. Это значит, что у нас имеет место быть разница именно в валютных курсах. Если брать просто вот сырой, так скажем, индекс и без всяческих добавлений, то тогда наш курс очень сильно недооценен, примерно на 60%. Что это значит? Это значит, что при вот этой стоимости БигМака в США и у нас рубль должен стоить порядка 24 рублей. А почему же тогда... Вопрос, почему же он столько не стоит? Возвращаемся немножечко назад и вспоминаем. У нас БигМак состоит из булочки мяса, сыра и зелени. Да? Там кунжут еще присутствует. Понятное дело, что чтобы произвести эти продукты на территории США и на территории России, будут различные трудозатраты. Как минимум, зарплата будут разные. Да, и так далее. И сама стоимость продуктов выращивания коров и прочее, она будет разная. В этом плане индекс БигМака, он корректируется. Вот сейчас будет второй слайд. Если скорректировать его на подобные показатели стоимости труда, стоимости продуктов и вообще произрастания той же самой зелени, которую добавляют в БигМак, то мы увидим, что он не настолько недооценен. Россия, опять же, является одной из стран, где курс очень сильно отличается от других. То есть сильно недооценен. Но вот, например, если взять Бразилию, то по индексу БигМака, например, там уже идет переоценка. То есть там БигМак стоит дороже, чем в США, если перевести в доллары. В этом плане, с нашей стороны, при текущей стоимости БигМака, это примерно 2 доллара, у нас курс должен быть на уровне 40-45 рублей за 1 американский доллар. По нему можно ориентироваться, конечно, не полностью, потому что все-таки это величина такая. Она, хоть и уже много десятков лет остается постоянной, но на валютные курсы воздействуют еще и различные факторы. Сейчас, например, мы находимся под санкциями и видим, что курс доллара, он достаточно высокий. Но, тем не менее, как долгосрочную составляющую, к чему нужно стремиться... То есть это мысленно ориентироваться, что когда-то примерно вот где-то там он будет при всех хороших обстоятельствах. Это справедливый курс. Это будет справедливый курс. По этому индексу. По этому индексу. А насколько этот сам индекс справедлив, вот к нему прибегают какие-то серьезные там компании финансовые, вот, например, правительство России, министерство экономики, думаю, ага, индекс БигМака, вот такой, ребята, надо как-то подгонять рубль. В качестве многие даже наверняка не знают про него, вот, но, тем не менее, ну, я, например, могу поставить только как долгосрочный ориентир, к чему лучше стремиться. Это не значит, что рубль опустится до этих значений 40-45 рублей, может быть, и опустится и больше. Мне кажется, что скорее БигМак будет стоить на уровне американского БигМака. Либо, ну, опять же, для того, чтобы БигМак упал в США в стоимости, что должно произойти, да, сейчас пока не представляется. Потому что там тоже есть инфляция, определенные инфляционные процессы. Поэтому скорее мы будем потихонечку подтягиваться, ну, либо стоимость БигМака в России в долларом эквиваленте и в рублевом, она будет повышаться. Но это, опять же, будет сказываться в том числе и на повышении уровня жизни нашего населения. То есть если еще и стоимость БигМака в России в рублях будет расти, это значит, что... Да вот смотрите за бутербродами, чем они дороже, тем лучше мы живем. Верно. Примерно так можно сказать, ну, на общем рынке, вот, инвестиционным финансовым. Спасибо огромное. Дмитрий Зотов сегодня был у нас в гостях, рассказал нам о теме, о которой даже в Министерстве финансов России, возможно, и не знают экономики. А мы теперь с вами подкованы вот в этот вторник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова